Всем привет, с вами Сплит и мы сегодня будем говорить о посах. Что такое пос? Она же палка, выражаясь игровым сленгом. Это строение, которое стоит на какой-нибудь луне и которое может вам заменить станцию. На ней можно как производить какие-то корабли, патроны и прочее. Плюс она еще копает луны, то бишь приносит доход. И как правило, если... Ну, не будем углубляться в дебри, да, если у вас маленькая корпорация, которая арендует систему в тех же вылях, то, скорее всего, с большой долей вероятности ничего круче 16-й луны вы не найдете. Соответственно, много денег вы с копки лун не заработаете. Но, опять же, топливо вы, скорее всего, копанием 16-й луны окупите. Плюс, опять же, если у вас производственная корпорация, вам в любом случае надо копать луны для того, чтобы добыть оттуда минералы, так называемые. Для того, чтобы поставить ПОС, вам необходим любой грузовой корабль. Кстати, да, еще одна поправка. А в любом случае, вне зависимости от того, есть у вас станция в системе или нет, рекомендую всегда ставить ПОС. А если залетает какой-то залетный ганг, то в первую очередь САБРа, либо Хэви Диктор будет варпать на станцию, раздувать там бубль и встречать всех тех, кто пытается варпать на станцию для того, чтобы спрятаться от ганга. И тем самым вы быстренько в этих бублях лопнете, и нападающие, так сказать, получат то, зачем пришли. ПОС же позволит вам варпнуть, во-первых, в безопасности под поле, и тем самым под полем вам никто ничего не сделает. Плюс вы можете в корпангаре, в шипангаре точнее, хранить какие-то запасные корабли, либо, опять же, ПВП корабли, переварпывая на ПОС, переменяя корабль, вы можете оборонять свою систему. Видео я опять снимаю в ВХ, в принципе, это не важно где, в Империи тоже можно ставить ПОСы, но там необходимо иметь репутацию к той, так сказать, РПС корпорации, которой принадлежит этот спейс. В противном случае вам поставить ее не дадут. Палку я выбрал первопопавшуюся, это будет Галенская палка, соответственно, как ее поставить? Первое, что вам необходимо сделать, варпнуть на Луну. Допустим, вы находите какую-то Луну, которая вам интересна, предварительно вы можете посканить, либо посмотреть на дотлане, какие там минералы есть, а говорить сразу, 64-ю, 32-ю, и, скорее всего, 16-ю Луну вы не получите, либо она уже будет занята владельцами Клайма, либо что-то подобное. Так что не рассчитывайте на супербольшой заработок. После того, как вы нашли необходимую вам Луну, вам необходимо сделать следующее. Щелкайте правой кнопкой мыши на палки и запустить для корпорации. Она появляется в космосе с сообщением снятым с якоря. Щелкайте правой кнопкой мыши и нажимаете поставить на якорь. Все, идет постановка. Я взял специально смоловую палку для того, чтобы как можно быстрее ее поставить, не тратить кучу времени, да и, в принципе, для основ этого хватит. По посам. Посы бывают четырех раз, да, в принципе, как и все остальные корабли. Пос каждой расы обладает какими-то характеристиками, присущими именно для этой палки. Давайте просто посмотрим. Открываем обычные палки, все смоловые. Не буду брать фракционные. Этого не потребуется, но суть объяснить. Так, кнопку перепутал, ну да ладно. Так, смоловая раса. Первое, на что необходимо обратить внимание. У всех палок резисты зависят от расы. То есть, у какой-то расы резист. Вот, смотрите. Как мы видим, Галенская палка обладает лучшими резистами по кинетику и термалу. Калдарская, то же самое. Матарская имеет ЕМ плюс термал. И Амарская будет иметь кинетик и взрыв. По поводу, какую станцию ставить в вашем спейсе. Если вы проживаете в ВХ, то тут выбирайте уже сами, какая вам палка больше подходит под ваши потребности. Так, как у всех палок есть разные характеристики по ЦПУ и реактору. Показывать программу для фитинга, точнее сайт для фитинга я не буду. Просто вводите в гугле фитинг поса, и там вываливается чуть ли не по первой ссылке сайт, на котором можно все это проверить. И, как видите, реактор у всех разный, так же, как и ЦПУ у всех разный. Для разных задач необходимо разное количество всего. Какую палку ставить в каком-то конкретном спейсе? Если вы арендуете систему, допустим, у мотаров, то, соответственно, вы ставите... В мотарском спейсе вы ставите мотарскую палку по одной простой причине. Скорее всего, рядом, либо недалеко от вашей системы, будет система со льдом, добывая которую вы сможете производить сами себе топливо. Если вы, допустим, поставите колдарскую палку в Амарском спейсе, то лед, который необходим для производства топлива, он просто банально у вас будет отсутствовать, и часть материалов для производства вы будете завозить из-за империи, что, в свою очередь, неудобно. Если же у вас послужит просто сейв-зоной от нейтралов, плюс вы хотите просто покопать луну, то, соответственно, не запариваетесь, ставите палку под ваш спейс, под ваш лед, и получаете, так сказать, прибыль. Чтобы время не тянуть, я сейчас разверну палку полностью. Сейчас постановка на якорь пройдет 3 минуты, далее будет включение, она тоже порядка, по-моему, 7 минут занимает, поэтому вернемся к этому вопросу, когда она поставится. После того, как палка уже встала на якорь, выделив ее, вы можете получить уже доступ к ее топливным ангарам. Закидываете сюда топливо из стронции, топливо, понятно, необходимо для того, чтобы палка, в принципе, работала, и стронции для того, чтобы палка держалась, грубо говоря, могла уйти в режим, как он правильно называется, ну, в общем, по игровым сленгам, выражаясь в Reinforce, то есть палка становится на определенное время недоступна. Сколько конкретно стронции закидывать в палку и сколько будет длиться Reinforce, вы можете, во-первых, посмотреть в характеристиках, во-вторых, опять же, на сайте с фитингом POSA это тоже можно все посмотреть. После того, как, соответственно, закинули, вы можете сразу ее включить, и она, опять же, какое-то время включается. Также у вас уже будет доступно управление, и пока она включается, соответственно, можно сделать что-то первоначальные настройки. Вводите, опять же, пароль, вводите разрешение для каких-то там альянсов либо корпораций, если вы состоите в альянсе, то это позволяет членам альянса парковаться на ваш POSA. Если вы там тут же там SEO корпорации и прочее, вы можете задать свой пароль, запретить для использования членов корпораций, и все те, кто не знает пароль, они просто не смогут забраться под поле POSA. И, собственно говоря, применяете. Ну, опять же, дождемся, пока она включится. Субтитры сделал DimaTorzok поле POSA. Все, сейчас палка включится, и у нас появится так называемое поле POSA. Что такое вот это вот поле? Это по факту, особенно понравится она фраза любителям космических фильмов, силовое поле, которое защищает ваш корабль. То есть, внутри вот этого вот шара ваш корабль нельзя не взять в лог, не убить, ничего нельзя с ним сделать. Соответственно, что делаем дальше, да? Если ваша цель, допустим, просто корпоративный POSA, на котором будут храниться кораблики, плюс какое-то там, возможно, бараклишко, опять же, берете ship maintains, это штука, где хранятся ваши корабли, и нажимаете запустить для корпорации. Происходит все то же самое, как с установкой палки, за исключением одного момента. После того, как вы кликнете поставить сооружение на якорь, появятся позиционные, так сказать, стрелочки, и вы можете разместить, как вам удобнее, как вам больше нравится этот ангар, модуль или прочее. Далее щелкайте именно на стрелочке правой кнопкой выше и поставить на якорь здесь. В отличие от POSA, все эти штуки ставятся довольно-таки быстро. А главное, не забывайте, после того, как вы поставили его на якорь, его необходимо точно так же включить. И после того, как он включился, включается он целую секунду, он становится доступен. Дальше ставим корпоративный ангар. Все точно так же, ничем не отличается. Позиционируем его, пусть это будет как-нибудь вот так. И правой кнопкой поставить на якорь. Пять секунд ждем, потом секунду включаем. И все, здесь вы можете уже хранить ваше барахло. Главное учитывать, что в корпоративном ангаре, в зависимости от корпоративных настроек, допустим, если вы положили какую-то вещь, то ее оттуда могут взять. Очень часто таким образом и случаются крупные кражи способов. Дальше, чтобы пост хоть немного окупался, чтобы вы получали с этого какую-то прибыль, вы можете поставить лунокопающую машину. И все как обычно. Запустите для корпорации, позиционируйте как хотите. В основном их ставят сверху, но так как у меня нет цели благородно, красиво сделать пост, я поставлю, так сказать, обы где. И так же ставите на якорь. И включаете. Нет, включать не надо. Чуть не включил. То же самое делаете с силой. Сила это хранилище для ваших мунматов. И поставим это рядышком. Пусть это будет так. И, оп, блин, зачем включил. Далее, что вам необходимо сделать. Щелкайте по посту правой кнопкой мыши и заходите в управление. Далее открываете производственные процессы и вот здесь вы увидите. Мунхарвестинг. Это как раз таки наш луногрыз. И сила это наше хранилище для мунматов. Нажимаете изменить тип и выбираете то, что вы планируете копать с этой луны. Вот на той луне, на которой мы сейчас поставили пост, доступны вот эти вот мунматы. Выбираю я первопопавшуюся. Дальше вы сами смотрите. В зависимости от того, что вам надо. Если вы просто на продажу, то то, что подороже. Стоимость, опять же, вы можете посмотреть на их централе, введя просто название мунмата и вам покажет. Выбираете. Также вы в силу выбираете, что вы будете сюда складировать. И вы видите, у вас появились одинаковые штуки. Для того, чтобы указать, где это будет храниться, вы просто перетягиваете. Здесь загорается цифра К1. Далее включаете. И все. И у вас написано, что у вас будет добываться за одна партия. То есть 100 за каждый час, пока включена палка. Палка, опять же, вы можете посмотреть. Она у вас будет... Вот у меня сейчас закинуто топливо на 4 дня 13 часов. И, опять же, у меня закинуто стронция на 5 часов реинфорса. По поводу резистов. Открываете маркет. Я также рекомендую все это покупать одновременно. Мне это не надо, поэтому я не покупал. И смотрите. Ищите здесь резисты. Массивы укрепления щита. Так же, как и резисты для корабля, они имеют свои характеристики. Но все показывать не буду. Вот оно. Тут вот влияние на сопротивляемость ЕМУ. Соответственно, ставите резисты, закрываете дырки, чтобы ваш пост сильно не дамажили. По поводу вооружения. Это отдельная тема. На пост можно поставить пушки, загрузить патроны, и он у вас будет стрелять. Но здесь есть одно маленькое но. Если ваш пост захотят спилить, прилетят на дреддах либо большим флотом, то ваше оружие не поможет. Поэтому целесообразность размещения, она довольно-таки сомнительная. Конечно, есть смысл поставить пару пушек и тот же дис повесить, для того, чтобы, если мало ли вдруг скануровщик залетел на вашу луну, случайно в клоке, деклокнулся в ваш пост, ваш пост тогда его убьет. Если нацелено прилетят пилить ваш пост, то ничего он не сможет сделать. Тем более, пост без пост оператора стреляет на рандомную цель. Соответственно, логисты подхватят эту цель и будут спокойно ее удерживать. После того, как шилда упадет до 1 четверти, включится режим реинфорса, и в зависимости от количества стронца, которое загружено в вашу палку, он будет неуязвим. Как только стронца кончится, палка выйдет из реинфорса, и если вы не успеете ее откачать, то флот может в этот момент вернуться. Опять же, после того, как загонит ее в реинфорс, будет видно, насколько в ней топливо. Пока палка в реинфорсе, топливо вы туда закинуть не сможете. Имейте это в виду. Ну и по остальным, опять же, вещам, которые можно поставить на хвост, я думаю, тут рассказывать будет, во-первых, это очень долго, во-вторых, это все неплохо прописано. Открываете сооружение, передвижные орбитальные станции, и вот тут все видно. Соответственно, если какие-то вопросы по постам есть, пишите в комментах. Также появилась идея. А если вам интересны стримы, то можно будет сделать следующим образом. Как только видео наберет какое-то количество, это видео наберет какое-то количество лайков, я создам абсолютно нулевый аккаунт. Единственное, что я его сразу проплачу, для того, чтобы очередь изучения скиллов была нормальная, не суточная. Но я не буду пользоваться инжекторами, то есть я не буду загонять себе SP, и буду играть как практически новичок. В случае необходимости, опять же, могу помочь кому-то из подписчиков, когда я онлайн во время стримов. И опять же, в комментариях, либо в чате во время стримов, вы сможете задавать свои вопросы и свои просьбы. То бишь, буду разбирать какие-то конкретные ситуации онлайн. Кому понравилось это видео, и кто тем более хочет стримы от меня, жмем палец вверх. Всем безопасных полетов. Пока.